Детская шалость с огнем К месту вызова был направлен дежурный караул ГПСЧ-12 Спасатели обнаружили, что в квартире сильное задымление Дверь уже была открыта Сожитель матери детей тушил с помощью воды ковер За считанные минуты сотрудники МЧС справились с возгоранием Пожаром уничтожена искусственная елка Частично домашние вещи И повреждены стены и потолок При расследовании стало известно, что 7-летняя девочка и 5-летний мальчик Остались в квартире сами Мать уехала по делам Дети нашли зажигалку, подожгли искусственную елку Вспыхнул пожар и огонь перекинулся на ковер К счастью, никто не пострадал В госпитализации дети не нуждаются Этому способствовал своевременный вызов спасателей И то, что ребята не спрятались во время пожара, как это часто бывает А стучали в дверь и звали на помощь Краснолучский ГПСО МЧС ЛНР напоминает Малыши и подростки не должны быть предоставлены сами себе По статистике, порядка 40% происшествий происходит из-за детской шалости Если нахождение несовершеннолетнего дома без взрослых неизбежно, обязательно проведите с ним беседы по соблюдению правил пожарной безопасности Ребенок должен знать, что нельзя пользоваться газовыми приборами для приготовления пищи без непосредственного присутствия взрослых Самостоятельно разжигать печи или открывать печные дверцы Оставлять вещи, одежду и любые горючие материалы вблизи плиты Нельзя включать в сеть электрообогреватели, электроплиты, утюги и другие приборы без разрешения взрослых Под запретом игры со спичками и зажигалками Храните их в недоступных для детей местах Особое внимание необходимо обратить на организацию безопасного домашнего учебного места ребенка Следите за исправностью компьютерной техники, розеток и выключателей Также очень важно объяснить детям правила поведения в случае возникновения пожара Главное не паниковать Отсутствие паники – залог спасения Надо немедленно покинуть помещение Не пользоваться лифтом, спускаться по лестнице Выйдя из дома или квартиры, незамедлительно сообщить в службу МЧС по телефону 101-202-25-072-103-13-66 Рассказать, что произошло, назвать имя, точный адрес Позвонить в двери соседям и предупредить их о пожаре Ни в коем случае не возвращаться в горящее помещение Даже за любимыми игрушками или домашними питомцами Такие систематические беседы помогут сформировать у детей прочные знания о правилах пожарной безопасности Помните, что предупреждение рисков пожаров по причине неосторожного обращения ребенка с огнем – обязанность взрослых Новости телеканала «Луч» Первые девять отделений многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг открылись сегодня в Республике Об этом говорится на сайте ЛИЦ В настоящее время МФЦ ведут прием заявлений на оказание трех услуг С 30 января их спектр будет расширен Заместитель директора госучреждения Татьяна Гончарова сообщила, что услуги оказывают по предварительной записи Талоны пока выдаются в бумажном виде, в последующем запустится электронная очередь И получить талон люди смогут через терминал 1 февраля начнут работу еще девять отделений, в том числе и в красном луче Адреса открываемых пунктов будут размещены на сайте организации Всего до конца текущего года МФЦ планирует открыть на территории Республики 36 отделений В Республике впервые введен размер прожиточного минимума на душу населения Об этом информирует сайт Министерства труда и социальной политики ЛНР Это произошло с 1 января 2023 года с вхождением в правовое поле Российской Федерации Теперь размеры социальных выплат зависят не от уровня обеспечения, а от величины прожиточного минимума Людей, чьи доходы ниже него относят к категории малоимущих И им без исключения назначают господдержку Для разных групп населения прожиточный минимум разный В ЛНР он составляет на душу населения 11 213 рублей И соответственно по категориям для трудоспособного населения 12 222 Для детей 10 877 рублей С 1 января малоимущие беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет Могут обратиться в клиентские службы отделения социального фонда России По Луганской Народной Республике За предоставлением ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка Этот вид господдержки составляет в разных случаях 50, 75 и 100% От величины прожиточного минимума трудоспособного человека или ребенка Таким образом малообеспеченная семья из трех человек Сможет получать ежемесячное пособие в размере до 11 213 рублей Тогда как ранее эта же семья могла претендовать максимум на 5,5 тысяч ежемесячной выплаты 26 января с 13 до 16.00 состоится онлайн-консультация по скайп Начальника отдела назначения пенсии Государственного учреждения Луганской Народной Республики Управления пенсионного фонда ЛНР в городе Красном Луче Золотухиной Елены Николаевны На тему условия назначения пенсии по инвалидности Адрес скайп Пенсионный фонд ЛНР Красный Луч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...